Рёв мотора, кожаные куртки, смелые мужчины и девушки. На открытии сезона в клубе Vagabond MC собрались десятки мотоциклистов. Это люди, живущие свободой, любящие железо и драйв. Старт мотосезона – не только повод увидеть старых товарищей после долгой зимы и познакомиться с новыми, но и в очередной раз напомнить о безопасности. Это не значит, что мы только сегодня сели на мотоциклы, но это какая-то отправная точка мотосезона, с которой можно планировать поездки на сезон, новые знакомства. Я просто наблюдаю много новых людей на мотоциклах, меня это радует. Главное, чтобы все садились за руль мотоцикла с трезвой головой, холодным рассудком и пониманием, что это два колеса и их жизнь и здоровье в первую очередь. Зависит от них самих. У байкеров есть дорожные имена. Константина Кадибаша называют подводником неспроста. Он уже много лет руководит клубом подводной охоты «Тритон». А вот мотоциклом мужчина увлекся только четыре года назад. И теперь расстаться с ним не готов. Приобрел мотоцикл, начал общаться плотно с мотоциклистами, вступил в ряды мотоклуба «Вагабонт МС». В машине едете, там все-таки ограничено каким-то пространством, ну, сами понимаете. А здесь, на мотоцикле, это движение более острое, все ощущения более острые. Если ты едешь, запах шашлыка весной чувствуешь, вот и чувствуешь, да, или запах травы. На машине это лишен возможности. Поэтому, ну, все интереснее гораздо. Автодром пестрит многообразием железных коней от обычного скутера до тяжелых круизеров. Именно они будут рассекать дороги весь предстоящий сезон. Саровчане стройной колонной проехали по основным улицам города, давая старт разнообразным мероприятиям и выездам. Ульяновск, Рязань, Саранск, Чебоксар и Йошкар-Ола. Направления самые разные, но объединяет байкеров из разных городов одно – любовь к мотоциклам, адреналин и скорость. Дарья Козина, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.